Здравствуйте, ребята! Нас уже 10 тысяч. И, честно говоря, эта цифра очень такая большая для меня, потому что, когда я начинал этот канал, да, было как бы очень страшно, например, хотя бы дойти до тысячи, да, там. А сейчас у нас уже 10 тысяч человек, да, которые вместе в одном сообществе, можно так сказать, объединены, да. И, честно сказать, это мне очень, вот, я вот, например, вот, мне очень рад из-за этого. И я хочу передать вам всем большое спасибо, кто подписался, кто хотя бы раз посмотрел видео, кто хотя бы раз поставил лайки или даже тот же дизлайк, или прокомментировал и так далее. И всем большое спасибо вам, ребята. Если бы не вы, у нас бы этого не получилось бы, да. Что еще я хочу сказать, ребята, то, когда я помню, когда я начинал снимать мое первое видео, я его снимал на телефон, на вот этот телефон, да, на данный момент я на нем записываю звук, у меня петелька подключена, и к нему звук. И была у меня там камера Gear 360, которая шла вместе с этим телефоном в комплекте, можно так сказать. Потом я обнаружил для себя, что можно снимать на Nikon, у меня Nikon D3200, фотоаппарат, ну, он больше фотоаппарат, чем видеокамера, но на него я тоже понял, что можно снимать уже лучше. Ну и до конца все-таки я в нем не очень это сделал, потому что, когда ты один человек все делаешь, и снимаешь, и монтируешь, и так далее, ты, у этого Nikon, знаете, что плохо, дисплей находится сзади, и ты, когда на себя фокусируешь, ты не видишь, что там происходит, и поэтому иногда выходит видео, ну, сами, знаете, разбытые, не в фокусе, да, фокусируется задняя вот эта стенка там, или вообще что-то, ничего не фокусируется, и одним столом. Автофокус у него вы тоже знаете прекрасно, как он работает, жип-жип-жип-жип-жип-жип-жип-жип, туда-сто делать, тоже не вариант. Ну и иногда приходится переснимать видео, иногда я не переснимаю, уже выкладываю без фокуса, да, так выходит тоже, и использую вот эту вторую камеру, пытаюсь на ней больше-больше-больше все это делать, показывать и так далее. Ну, а из аппаратуры, что я еще себе приобрел, это микрофон в первый раз, я себе купил уродовский, ну, как бы так сказать, на прямого направления, да, но из-за того, что у меня тут фермы, он мне очень помог, потому что он все равно закладывал шум, да, и пришлось покупать вот эту петельку, да, которая работает очень хорошо и очень замечательно. Ну и еще для стримов я докупил себе веб-камеру, ребята, чтобы было бы лучше нас видно, да, и еще микрофон недавно тоже у меня появился на стримовый, да, так можно сказать. И это, как бы так сказать, ребята, все-таки вот, ну, вот все мы это вместе делаем, одним словом, да, и все это у нас получилось вместе, да, то, что и вот мое развитие в этом сфере, да, ну, вот в этой сфере, ну, фото-видео, можно так сказать, да, и, например, у вас тоже всегда я стараюсь, чтобы улучшить картинку, да, ну, и также вот, если я вам покажу сейчас, например, мою свет, да, то вы просто удивитесь тоже. Ну, давайте я вам покажу, как у меня свет тоже устроен, чтобы вы тоже сдали бы. Да, вот если взять, вот, смотрите, один там наверху, потом раз, два, три, четыре, света тут, один свет тут у нас, потом дальше вот тут еще свет и вот тут еще снизу свет, который светит мне сзади, да, ну, короче, насчет света я читал многое и, ну, как-то вот так я его собрал, да, и все это собрано моими руками, там, никакого такого покупного света, там используются простые LED-лампы везде, да, там, чтобы было дешево и сердито, как говорится, да, ну, мечта у меня до сих пор остается купить себе Canon 80D, который, я думаю, к концу года я на него уже наскреблю и куплю этот фотоаппаратик, да, и картинка у нас будет еще лучше, ребята. Ну, еще что можно сказать? Еще раз огромное большое спасибо вас всем, ребята. Да, и, кстати, кто помнит, на прошлом стриме, да, я собирал деньги на благотворительность, да, там, помочь одной женщине, и, ну, так получилось, что как-то было неловко ее снимать, потому что она, ну, вы сами понимаете, когда человек нуждается, и ты придешь с ней камерой и будешь снимать и так далее, то это будет не вариант, да, и вот у меня получилось вот снять, вот, где она живет, просто я вам покажу, вот, посмотрите, и когда я передавал этой женщине деньги, ну, там вышло все, собралось где-то в районе 17 долларов, если я не ошибаюсь, да, и, ну, я еще от себя добавил, да, там, часть денег, и вышло 50 лар, 50 лар в Грузии, нормальные деньги, я вам так скажу, и, ну, это в районе 25 баксов, можно так сказать. Ну, и я, когда я передал эти деньги, она, знаете, вот, просто лицо ее было не описать, она была очень так рада и сказала спасибо, и, кстати, спасибо не только мне, да, а всем тем людям, кто задонатил на прошлом стриме, так что, ребята, вам спасибо тоже от этой женщины, и я вот решил ей ничего не покупать, я решил ей дать деньги, потому что она лучше знает, что ей надо сейчас, на что потратить эти деньги, или сохранить на будущее и так далее, это будет ей лучше, чем купить ей какие-то консервы или что-то, которые могут испортиться, потому что у нее нет, например, холодильника и так далее, где все хранить, а у нас сейчас жарко, плюс 39. Ну, и отдельно спасибо от той женщины, и отдельно спасибо от меня вам всем, ребята. Ну, а на будущее, что я могу сказать, у нас следующий рубеж уже 100 тысяч, серебряная кнопочка, это, вот, честно говоря, вот это моя мечта, всегда было получить серебряную кнопку YouTube, да, на 100 тысяч, да. Ну, надеюсь, она осуществится, и в скором будущем уже будем записывать видео на 100 тысяч подписчиков и так далее, да. И, честно сказать, ребята, вот, просто вот не могу я передать вот мое вот внутреннее вот такое, даже возбуждение того, что, ну, вот 10 тысяч человек, это, ну, очень долго, да, вот, ребята, и большое вам всем спасибо, ребята. Ну, и что, все время подписываемся, если кто новый смотрит этот канал мой, подписываемся на видео, контент будет все время улучшаться у нас, буду стараться делать его все лучше и лучше, и еще раз вам спасибо, и до скорых встреч. Пока, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok